Привет, мои хорошие, с вами Селена Свои, и сегодня у нас будут покупочки секонд-хенд. Я, как всегда, это вообще стало моим ритуалом, это стало вообще чем-то таким частью моего канала, потому что мне очень-очень нравится безумно дождаться последнюю распродажу в секонд-хенде, когда килограмм стоит 250-300 рублей, всегда у них по-разному, вот сейчас 300 рублей был килограмм, и найти там что-то такое действительно достойное и прикольное за копейки. Вот, сейчас все, что я купила, я потратила не более 500 рублей все это дело, и здесь очень много платьев, и одна из них, кстати, кокточка на мне вот такая вот, мне показалось, что сейчас будет в ней очень интересно так снять, но когда я ее увидела, она показалась мне вообще немного не так ее носить. Это уже в процессе, пока я начала ее надевать, я поняла, что вот она вот так прикольная. Вообще, когда я ее только увидела, я сразу подумала о Кристине, и подумала о том, что она ходит на всякие встречи, и под рубашку было бы очень круто, под белую, да, когда сверху одевают белую рубашечку, а это как корсетик вот так вот, очень красиво держит, и можно даже лифчик не надевать, для тех, кто не любит его надевать. В общем, посмотрите, как вот этот вот топ, вот этот вот, смотрится под рубашку и без рубашки. Итак, следующие мои покупочки, не обращайте внимания, некоторые вещи будут помяты, потому что я снимаю дома, а дома у меня нету парового утюга, обычным утюгом я пользуюсь, просто терпеть не могу, он лежит, но им даже и негде, и вообще я его не люблю включать. У меня паровой всю жизнь, и я им люблю пользоваться, но он у меня остался в офисе на работе. Но я подумала, что для секонд-хенда ничего страшного, если какие-то вещи немного будут помяты, и главное уловить суть, правильно? Правильно. Я купила, смотрите, вот такие вот платьюшки, два платья, они очень похожи, потому что у них одинаковая легкая ткань, такая, знаете, прям, не сказала бы, что прям безразмерная, нет, они размерные, но они такие вот, знаете, как вам сказать, свободные, то есть если мы немножко поправимся, они мало того, что на нас на лист, но они еще и скроют за счет того, что, например, вот такое черное платье, да, оно вот присборено вот здесь вот по горизонтали, и сверху оно тоже вот здесь вот такое легкое, но это надо смотреть. Кстати, фирма, да, мы с вами всегда смотрим фирмы, потом сверяем и смотрим, какая же выгода у нас небесная появилась. Это фирма Пронто, размер SM. Насколько я помню, Пронто какое-то, какое-то знакомое мне название, и я вам даже больше скажу, что такие платья, у меня было три платья из такой вот ткани, примерно такого фасона, я их покупала в Москве, тогда в Европейском, там, короче, было отделение каких-то крутых вещей, я туда все время заходила, там, пинка раньше продавали, и вот, ну, какие-то такие вот дизайнерские вещи всякие. Я покупала себе эти платья, там, одно 7 тысяч, одно 12, девочки, вот такое, вот такое, и я вам скажу, что я их по одному разу одела куда-то, надела, и потом куда-то их отдала, то есть у меня их нету. И сейчас, когда я зашла в Секан, то увидела эти платьишки, я снова решила их взять, ну, пусть будут, потому что такие платья черные, маленькие, аккуратные, они должны быть, куда-нибудь выйти, не знаю, в ресторан посидеть, и они легкие при этом, то есть не жаркие и классические, ну, зря я, может быть, их отдала, но если их кто-то носит, то это замечательно. Ну, я купила себе все, какие-нибудь другие, новые. Вот, посмотрите, вот это просто, оно классическое, здесь сборочка, я считаю, что когда здесь сборочка, светлая или темная, неважно, девочки, у которых не очень большая грудь, маленькая грудь, оно подчеркивает, увеличивает, кстати, грудь и показывает, ну, вот, как-то вот выражает ее. Я очень люблю здесь всякие сборки, несмотря на то, что у меня не супер маленькая грудь, но все равно я люблю ее немного преувеличивать. Вот, посмотрите на вот это черное платье, как оно смотрится. Вообще, мне кажется, черное идет, я такая вся. И второе платье, оно точно так же внизу присборено, немножко другая ткань, более такая атласная, легкий такой бежево-молочный верх, тоже вот он здесь вот так вот сборочкой сделан, как раз-таки вот грудь вообще, особенно если она без лифчика, будет замечательно подчеркивать. А если она будет с лифчиком, то как раз-таки если пошап, то благодаря вот этому можно очень выделить вот то, что из пошапа вылазит. Вот, и тоже классическое, то есть, знаете, и на работу, на каждый день, и в офис, вообще универсальное платье. Я тоже подумала о Кристинке, что оно ей очень пойдет, если она придет ко мне и что-то понравится, я ей, конечно же, отдам. Я такая нежадная. Посмотрите, как она на мне сидит. Так, еще у меня есть пару черных платьев, но мы их оставим на потом, давайте, чтобы разнообразить красками наше видео, я покажу вам супер-купер платье, вот такое, которое... Я вот еще увидела такой, думаю, какой красивый цвет. Потом такая увидела размер, думаю, ну, неплохо, ну, интересно, как сидит. Я его взяла, и просто когда я его надела, я была удивлена, как оно офигительно подчеркивает мою фигуру. Во-первых, этот цвет, он безумно освежает. Во-вторых, оно тянется. В-третьих, оно так вот, фасон, все это пошито, так, что оно подчеркивает грудь, убирает живот, подчеркивает попу. Ничего лишнего, такая атласная ткань немного. Короче, мне оно очень понравилось. Мне кажется, что оно вот безумно классно, и я его решила оставить себе, прям это я для себя взяла. Вот зацените, посмотрите. Правда, классно, да? Мне тоже очень понравилось. Еще я выбрала вот такое платье, а, кстати, фирмы-фирмы, да? Вот на этом платье, на голубом, фирма Джейн Норман. Джейн Норман. Надо будет нам глянуть с вами. Надо будет нам глянуть с вами, что это значит. Что значит эта фирма? И, кстати, я смотрю на бирки очень часто, и я вам скажу, что у меня практически, даже не практически, а все вещи новые. То есть, абсолютно новая бирочка. Видно, что она не застиранная, ничего. То есть, платья это новое. Я не думаю, что специально они клеили везде эти бирки, для того, чтобы это платье сделать новым, когда секонд-хенд подразумевает вообще вторые руки, да? Здесь у нас ничего не написано. Здесь я сказала уже, да? Дальше. Следующее платье. Вот такое платье. Очень красивый, нежный цвет. Она очень легкая, воздушная, коротенькая. И вот эта вот лента атласная вот здесь, она прям мне показалась такой нежноты придает, и какой-то легкости, и летности. Вообще, вы не наизнанку показывали его? Не наизнанку, слушайте. А вот хема, хема-эс. Тоже вот кажется, что это что-то недешевенькое. Вот так вот. И самое интересное, что у нас... Слушай, оно может быть двустороннее? Бирочки. Оно... Оно у нас... А, нет, оно не двустороннее. Вот, да. Смотрите, абсолютно новое. Все бирки новые, тут даже еще вот. И пуговка. Классно. Хема. Прикол. Она настолько пошита, что кажется, что оно двухстороннее, потому что здесь с подкладкой оно, и швы, и на подкладке идут друг к другу лицом. Понимаете? То есть вот я вывернула, швов здесь нет никаких. Вывернула другой стороной, и тоже швов никаких нет. Короче, оно такое нежненькое, классное, прям вообще. Мне очень понравилось. Я хоть не особо ношу платье, но это платье мне захотелось взять и носить его. Зацените. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну и теперь вернемся к моим нарядным платьям, черным. Одно платье, мне оно очень понравилось, потому что я люблю вот такие всякие рюхи. Она все такое рюшное, 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 коротенькое. И только вот здесь вот оно завязывается, спина открытая, и здесь у нас бантик. Вот такой, и камушки. Мне показалось это очень классным. У нас подкладкой. Фирма Миллениум. Вот. Миллениум. Фирма Миллениум. Так, и есть ли у нас здесь какие-то бирки, чтобы понять, новое оно или не новое. То есть вы понимаете, да, Second Hand это чисто одно название. На самом деле новые платья. Вот, абсолютно, не застиранная бирка. Абсолютно. Новая не застиранная бирка. То есть у меня новые платья Second Hand. Посмотрите, это платье, мне кажется, оно очень веселое, классное и вообще очаровательное. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну и еще одно. Платье черное, пинки, может быть, кто-то знает такую фирму пинки. Слушайте, я знаю эту пинки, надо посмотреть. Я только не помню, какая ценовая политика там у них, а знакомая что-то очень. Это платье мне понравилось, оно сексуальное. Низ у него асимметричный. Мне очень понравился вот здесь верх, он реально такой вот, ну, сексуальный. Он как-то вот свободный, такой легкий, знаете, изящный. И без лифчика надеваешь его, и какая-то такая нежная сексуальность, мне кажется. И, конечно, первое, что меня привлекло, это то, что оно черное, и на нем вот такие вот асимметричные всякие узоры, сделанные вот такими блестками. То есть я сразу увидела это платье в ресторане в свете софитов. То есть оно на самом деле классическое, скромное, абсолютно неброское, казалось бы, черное платьице. Но если вы окажетесь в нем в ресторане, и этот цвет будет падать на вот эти вот асимметричные рисунки блестками, вы привлечете любое внимание. Это очень-очень крутое платье. Кстати, размер не написан, но мне кажется, оно немножечко на меня великоватое. Так что надо померить на крестинку, хотя крестинка носит такой же размер, как у меня. И это платье тоже абсолютно новое, потому что абсолютно новая, не застиранная бирочка. Вот. Короче, платье вот это мне очень-очень понравилось. Я прям захотела в нем куда-нибудь в ресторан выйти. Зацените. Вот такие все великолепные покупочки и находочки были у меня в секонд-хенде. Я безумно рада вообще, что я открыла для себя этот мир. И, конечно же, я понимаю, что в основном я хожу в секонд-хенд вот так целенаправленно для того, чтобы снять вам видео, для того, чтобы что-то найти. Я вообще заметила, что вот недавно подходил ко мне молодой человек на работе в офисе у меня. И вот он смотрел там фикс-прайс у меня, говорит, блин, куда ты ходишь в фикс-прайс? Как ты это находишь там? Ну, как бы, я никогда ничего такого не вижу. Вот все время ты что-то такое интересное находишь, где ты это берешь? Я ему объясняю, что раньше я смотрела... То есть раньше я на фикс-прайс смотрела так, фикс-прайс там, что там, ничего нет, проходила так, знаете, высокомерно. Сверху вниз смотрела и ничего не находила. Потом я начала смотреть видео одного блогера у нас в Ростове, Дьяволина. Она сейчас, к сожалению, не снимает видео, но, надеюсь, в скором будущем будет снимать. И она очень любит фикс-прайс. И когда я начала смотреть ее видео, я посмотрела, с какой любовью она рассказывает обо всех этих мелочевочках, какие они прекрасны. И когда я видела ее видео, я думаю, как она находит все это там. И когда я посмотрела одно видео, второе и третье, я решила зайти в фикс-прайс как бы ее глазами. И у меня это получилось. Потому что, по большому счету, я очень люблю, когда за маленькие денежки мы берем что-то такое действительно интересное, стоящее и не переплачиваем. И радуем себя всякими мелочами. И мне кажется, что здесь вопрос нашего взгляда. Как мы зайдем и на что мы настроены, понимаете? И в Second Hand так же я не заходила. Раньше стримала, сестрем на мне было. Вот кто-нибудь заснимет меня, как я там лазю. Сейчас я захожу туда с гордо поднятой головой, потому что сейчас я буду крутая. Потому что сейчас из того, что у вас висит на вешалках, я найду такие классные-классные вещи за такие копейки, которые понравятся девчонкам, и они это оценят. Более того, все вещи, как вы видели, абсолютно новые. Ну как это может не радовать? И я, конечно, захожу в Second вот именно вот с этим настроем, да? То есть вот-вот-вот практически всегда все, что я выбираю, я на себе меряю и все беру. Очень редко, когда я там что-то отсеиваю по каким-то причинам, оно маленькое, либо не угадало с размером, либо еще что-то. Поэтому попробуйте просто с другим взглядом зайти туда, понимаете? Не с высокомерным, а с таким, что вы обязательно что-то сейчас найдете здесь, оно обязательно есть. Просто нужно это увидеть, нужно на это посмотреть. Может быть, мимо каких-то вещей вы посмотрели так, прошли мимо, да? А я зацепилась и показала вам теперь. Вот. Поэтому желаю вам всем больше обзора, больше вдохновения, шире взгляда, чтобы мир был интереснее и очень много чего вы могли увидеть в этом прекрасном мире. Я вас люблю и целую. Если понравилось мое видео, обязательно ставьте лайк. Кто первый раз, подписывайтесь на мой канал. Если не хотите пропускать мои новые видео, я их стараюсь делать через день, нажимайте на колокольчик и будет вам счастье, когда я буду опубликовывать видео, вам будет зы-зы-зы-зы, Селена опубликовала видео. Кстати, мои друзья, многие так делают, особенно Кристина, когда я публикую видео, и оно у меня остается, у нее звенит что-то такое, и я понимаю, что она поставила колокольчик, чтобы знать, когда я опубликовала новое видео. Мне это очень приятно. Мой крестик-нолик. Вот, и что еще? Все, я с вами прощаюсь до следующего видео. Пока-пока! И, кстати, топ вот этот, в котором я была, я его сейчас сняла, тоже фирмы Vila Clothes. Vila Clothes. И тоже он абсолютно новый, потому что бирка абсолютно новая, не застиранная. И здесь у нас 100% катон. Вообще красота! Катон! Продолжение следует... Для этого я не знаю. Продолжение следует...